Время 16.35 Как и прогнозировалось, пробка должна была увеличиться. Вот мы подъехали с другой стороны, со стороны Салавата, к этой пробочке. И вот встаем. Сзади что-то встает. Я встаю вот этот под углом всегда. Для чего под углом встаю? Если сзади фура получается... Колеса у меня выкручены, смотрите. Если сзади фура будет ехать, и нас будет всех сносить, то у меня шанс есть, что я уйду. А, вот он, отбойника здесь нету. Ой, отбойник точнее. Теперь никуда я не уйду. Теперь нам другую со мной ворачиваться. Я уйду на встречку. Это лучше, чем соберет нас в лепешку, да? Слушайте, эти отбойники прямо у меня начинают опрыгать. Может быть, лучше в них было лучше тросики поставить. Тросы такие. Тросы, они более мягкие, они бы как бы сгладили мою. А так она... Ну вот. Кто-то не выдерживает, кто-то знает объездной путь, как и я. Или поехал, думаю, сейчас покушаю, потом приеду. Ну, его правда. Ну, а мы, наверное, постоим... Ну, я думаю, Ленусь, здесь постоим мы около часа. Да ладно. Полчаса. Ну, смотри, далеко, это вообще же... Ну, километра сколько здесь? Километров пять пробка. Ага. Ладно. Поехали через эту сухаревку. А вы стреляете? Через час приедем. Ну, по закону нельзя. Ну да, тут еще вот такая история, что развернуться. И в ловушке мы, и на обочину съехать нельзя. Что вы считаете, как нормально все это вот сейчас ремонт идет, РЖД? Рады этому? Что два человека там, ну, три человека трудятся. Правильно все делается? А то я позвонил, мне говорят, ты видишь, только один негатив. Люди делают, а ты негативишь. Ну, вот, позитивчик, смотрим. Продвинулись мы в пробке на небольшой рост. Время 16.44. Стало 181 километра. А были на выезде прямо, ну, как можно сказать, в конце зергана. Ну, снова, наверное, вот столько же времени будем стоять. Такой примерно этап. Тех пускают, этих пускают. Хотя вот немножко продвинулись, но чуть-чуть. Как в России устроено дублирование знаков? Смотрите. Прямо налево. И тут сразу же. А зачем здесь? Смотри, кстати, поворот здесь. А дальше снова право налево. А вот это уже после, прикинь, уже сплошная идет. А, а теперь вот здесь можно повернуть. Так что ли? А нет, только прямо. Что-то ловушки попахивает. Зачем на второй знак? Подскажите, люди добрые. Время у нас. Ну, ближе стали, конечно, к переезду, который ремонтируют в поселке Зерган. Но пока стоим. Там проб, мне кажется, даже больше стало. Наверное, до середины Зергана пошло уже. Предполагаю, так. Ох, хорошее дело делает РЖД. Делает резиновое покрытие на переезде, чтобы плавно проезжать. Силами тремя сотрудников и двух регулировщиков. Ну, сейчас подъедем, глянем. Может быть, третий. Он, может, четвертый присоединился. Тут, да. И что он собирается делать? Ну, он, наверное, больше всех спешит. Он реально спешит. Мы-то не очень, мы как бы на расслабоне. А вот люди же более такие есть, деловые. Вот. Вот поэтому по встречке пошел. И докуда он дошел-то, я не пойму. А вот едет он, едет. Смотри, куда. И что, его пустят, что ли? Смотри, залез, залез перед фурой. Ну, фур не должна пускать. Видите, у нас дальнобойщики люди, как сказать, умеют себя, уважают себя. Это вам не хухры-мухры. Люди серьезные. Что, пролез, да? Не торчит пока. Дальнобойщик не пускает его пока. Наверное, не пустят. Ну, если не пускает, респект и уважение дальнобойщику. А что бы сделали вы? Ну, и ногу, и там, и советские. Вот, народ. Вот, вообще несется он. Сбил бы и незаметно. Такие люди у нас, да? Прикольные. Ну, типа, уважают себя. И не уважают других. Ну, культура такая. Что, третья остановочка или четвертая? Что он хочет? Вот, он тоже очень спешит. Другие не спешат, он спешит. Бывает такое, да. Серьезные люди. Что интересно у него в голове? Что он хочет? Серьезный, серьезный человек. Встал, что всем мешает, да? Давайте посмотрим. Ну, реально стоит. Сзади торчит у него за этого. Вот, не лезет фура. Пришлось с фуры остановиться. Вот, правда, все. Он сюда вот влез. Пытается. Ну, видно, что спешит. Смотри, как головой. Ну, может, что случилось, может быть. Может быть, жена в ней люди рожает. Или в Кумертаву. Как ты? Вот как узнаешь? Вот ему сигналит. Реально мешает. На дороге стоит. Ну, зато какую-то пробку он объехал, да? Сколько километров он едет? Зерган, это сколько километров? Так, можно в телефоне полазить. Может, сообщение срочно ждет. Кто-то рожает. Ну, что-то случилось, может быть. Алло, говорит. Разговаривает по телефону. Один едет. Похоже. Очень спешит, поэтому по телефону говорит. Давай, давай, быстрее приезжай. Сейчас, говорит. А нет, что-то заулыбался. Если бы спешил и не получалось, вряд ли бы улыбался. А это заулыбался. Может, и не спешит никуда? Как вы считаете, подписчики? Может быть, это просто тип людей такой, которые просто говорят, ну, все пусть стоят, а я проеду. Я же не они. Они же не я. Он спокойненько стоит. Сейчас фуры будут сигналить. Вот он фуру увидел. Такой, да, ничего объедет. Не трамвай. Посмотрим. Ну, вот реально объезжает. Немножко подвинулся, конечно. А вот сигналят, да, людям не нравится. Ну, в принципе, вот мы простояли. Время 17.07. А во сколько мы и встали? Ну, час. Встали, да, мы? Полчаса получается. А, поезд едет. О, тут вообще весело. Грузовик должен отъехать, чтобы поезд проехал. Еще же и поезд есть. Ну, все, он теперь, мы подъехали, он теперь встал. Нормально все. Нараз счастливый, наверное, вообще улыбается. День удался. Сколько он народу, да, получается, это? Ну, объехал. Минул поезд. О, прибавилось людей. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, уже лучше, веселее. А до этого было двое. Один-то он курит просто. Ну, курит, ладно. Ну, а что, курить, что ли? Ну, курить, ну, как объяснить это? Надо тоже и курить же. Так скажут люди. Тут вот кто-то вышел сейчас, тоже в пробке курит. То есть, может быть, некогда людям курить. Вот они все. И такое бывает. Ну, вот, давайте посмотрим длину пробки в обратном направлении. Ну, теперь в сторону милюза. Все деловые, смотрите, фуры, фуры. Люди работают, зарабатывают деньги, ждут грузы везде. И алкоголь красно-белый тоже ждут. И автобусы. Это что, смотрите, фура за фурой. Но пять человек работают. Это уже, ну, один курит. Четверо, да? Ну, все равно, он потом уже примется и заработает. Вот. Ну, что-то я не видел, что они делали вообще. Что они делали-то? Ковыряли что-то. Ну, да. Лопаты. Ну, нет. А, не, вон же она пробка. Что-то сломалась машина просто, да? Да, 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 да. Что-то завестись не может. Это, я помню, короткая пробка. Думаю, в сторону зергана длиннее, прям до зергана. Ну, сломалась или врезались. Видишь, моргают. О, гаишники, видишь? Да, врезались. Еще авария. Ну, вот, РЖД просто молодцы. Вот, вот это пробочка. Когда еще в Милюзском районе встретишь такое? Можно сказать, рекорд Милюзского района, мне кажется. Так, ну, сколько тут уже едем километров? Вот бензин, топливо везут. Крафтер. Еще топливо. Или там битум, за битумом едут. Зерновоз какой-то. Сельхозник. Самосвал. Ну, все деловые, смотрите. Все хорошие люди в пробке стоят. Вот какой-то домик везут. Мобильный. Еще топливо, кажется, да, огнеопасно. Донченг. Да, да, да. Сейчас посмотрим, какой километр здесь. Ну, вот конец пробки, по большому счету. Ну, длиннее стало, да. Мы же не здесь стояли, последний. То есть она в два раза длиже. Мне кажется, в разы длиннее стало. 185 километров. Ну, до Тереклов тут немножко осталось. Ну, будет, будет до Тереклов. Скорее всего, сейчас еще вот наберется, ребята. Из-за аварии, тем более сейчас еще.